В последние осенние дни в парке кипит работа. Фонтан уже законсервировали. Оборудование сняли, а чашу закрыли. Сегодня его очищают от пыли и песка, накопившихся за лето. Но зимой фонтан вновь оживет. Его украсят светодиодные огни. Яркости добавят и на другой площадке. Как только за окном установится стабильный минус, здесь зальют каток. Каток будет выглядеть прекрасно. У нас освещение рабочее, здесь есть динамики, музыка, здесь светодиодная подсветка, елочки будут наряжены тоже в светодиодную подсветку. То есть здесь очень красиво. И люди наши очень любят посещать наш каток. Тысяча квадратных метров для любителей кататься на коньках. Заливать каток будут своими силами. В прошлые годы в этом городскому парку помогали пожарный и водоканал. Теперь же здесь есть своя скважина. Все это перспектива ближайших месяцев. А сегодня в парке готовят к зиме теплолюбивые растения. Уже утеплили виноградную изгородь и высадили луковичные цветы. Высаженные тюльпаны, которые были сохранены с весны, мы их выкапывали, сушили и готовили к зимней посадке. Мы уже их высадили, когда была хорошая погода. Сейчас мы утепляем траншею черноземом, в которой было проведено освещение и будем сеять траву. Детские площадки продолжат свою работу и зимой. Современный пластик мороза не боится, а от снега комплексы будут очищать. Ближе к Новому году парк заиграет новыми красками. В буквальном смысле. А вот какими, пока не говорят. Сюрприз. Котлована, палубка, техника, стройка только на старте. Готовят место для бетонной подушки. Площадь 1500 квадратных метров. По материалам это где-то 413-420 кубов бетона. По идее, этот объем можно за один день залить. Но так как условия стесненные, будем лить за два дня. Потому что за один день физически не успеют. Просто технику некуда вставить. Директор строительной компании обещает, до холодов трехэтажный монолит будет полностью готов. Потом останется поднять стены, соорудить кровлю. В общем, работа еще как минимум на год. Первый транш из федерального бюджета уже поступил. На этот год выделено 41 миллион рублей из федерального бюджета и наше софинансирование из города 500 тысяч. Сейчас освоено на настоящий момент около 5 миллионов. Это земляные работы, ограждения площадки, подготовительные работы. Проект типовой. Точно такой же садик сейчас строят в шестом микрорайоне. С бассейном, залами для занятий спортом и музыкой, компьютерным классом. Рассчитан на 250 человек. Рядом еще два сада. Первый, он самый старый в городе, и девятый. Его только построили. Мы планируем после завершения строительства детского сада объединить территорию и создать единый комплекс. Отделить отдельно ясельные группы, группы для детей старшего дошкольного возраста. Это организовать отдельно административно-управленческий корпус с комплексом дополнительных услуг. И использовать старое здание первого детского сада таким образом, чтобы не сносить его, а использовать его для детей. Пока на новой стройке занято около 20 человек. Глава Реутова распорядился увеличить число рабочих на объекте и ускорить темпы. Людмила Колобанова привезла в Реутов очередную награду. Спортсменка стала первой в своей возрастной категории на марафоне в эстонском Тарту. Трасса пролегала по городу, вдоль реки и по лесу. Выдержать дистанцию помогли тренировки и хорошее настроение. Протяженность дистанции 42 километра 200 метров преодолела ее Людмила Колобанова за 2 часа 40 минут. Напомню, что спортсменка единственная в мире женщина-вордлопедмастер, которая пробежала более 100 марафонов. Кстати, останавливаться она даже не собирается. На этих кадрах, снятых с квадрокоптера, фрагмент трассы возле Олимпийского парка в Сочи. Средняя скорость эквабайка около 100 км в час. Медали разыгрывались в двух дисциплинах – кольцевая гонка и ралли-рейд. Соревнования на морской акватории для риутовских спортсменов братьев Клименко стали первыми за последние 5 лет. Море – это совсем другая стихия. Естественная волна, причем она какая-то непривычная, неожиданная. Она все время в течение дня менялась, поэтому гонка была для нас очень тяжелая. Мы думали, что будет вообще все не так. Все получилось здорово. Было тяжело, потому что все лучшие гонщики России были там, участвовали. Борьба была до последней секунды. Эти байки могут развивать скорость до 130 км в час, но все зависит от мастерства пилотов. Особенно это важно, когда выступаешь на тюнингованном аквабайке. Мотор в таких машинах дорабатывается, чтобы скорость была выше. Порой на это уходит от недели до месяца. Со стандартного мотора, который продается в магазине, у которого приблизительная мощность 250 лошадиных сил, мы совершенно точно и уверенно можем сказать, что мы вытягиваем 300-320 лошадиных сил. Поэтому иногда доводка двигателя сводится к тому, что нам нужно максимальное ускорение. Все эти знания и накопленный опыт пригодились и на чемпионате мира. Соревнования проходили в прошлом году в США. Там наши риотовские аквабайкеры стали бронзовыми призерами. Мы, наверное, учтем все наши слабые места. Надо правильно подобрать мотоцикл, потому что там даже в октябре плюс 40, соответственно, его надо настроить правильно. Потому что то, что едет здесь, оказалось, что не едет там. То есть я говорю про рывок, про скорость максимальную и так далее. Потому что жара, климат, совершенно по-другому работает мотор. Мы там были две недели, и нам не хватило этого времени, чтобы правильно настроить мотоцикл. Сезон спортсмены закрыли. Впереди зимний перерыв и подготовка к будущим турнирам. Крупным всероссийским и чемпионату мира в Соединенных Штатах Америки. Сегодня в среду будет пасмурно, зато относительно тепло. Днем плюс 5 градусов, вечером плюс 4, и даже ночью значение на термометре исключительно положительное. Около двух тепла, обещают синоптики. Осадков не прогнозируют. Ветер западный 4 метра в секунду. Это данные сайта Яндекс.